А в Ставрополе случилась немного более традиционная история для последнего времени. Там водитель скорой помощи едва не превратился в пациента, когда неотложка оказалась на пути нетерпеливого водителя. По машине с красным крестом он произвел серию выстрелов из травматического пистолета, что стало поводом для стрельбы, расскажет Максим Клименко. Два раза по двери стукнул. Выходи драться, биться будем, как быки. Никакого боя, впрочем, так и не случилось. Хотя страсти, которые разгорелись на этой узкой улочке, оказались не меньше, чем на кориде. Сразу, да, я тебя завалю, завалю. Расстрелять на месте водителя скорой помощи владелец иномарки решил только лишь за то, что тот отказался уступить ему дорогу. Терпения объехать фургон мужчины, как видно, не хватило. То есть вот машина как бы спокойно проезжает? Свободно. Свободно, пожалуйста. Точно так же, вспоминает Александр, он припарковался и в тот день. А отъехать водитель никак не мог. Из дома в любой момент должны были вынести пациента. Но эти аргументы хулигана не убедили. Как-то вот так вот он держал все, вот так вот в своем положении. Как бы он получился как бы полувоздух, полу куда-то там непонятно. А второй выстрел, мне показалось, что он даже как бы в колесо. Прострелив колесо скорой, неизвестный сел в свою машину и все-таки отступил. Пока иномарка отъезжала, очевидцы успели записать номер. И уже спустя час подозреваемый был задержан. А оружия у него при себе нет? А оружия нет? Нет. Под прицелом видеокамер стрелок не казался уже таким агрессивным. Скорее наоборот. Молодой человек засмущался и как мог прятался от журналистов. Василий, так чего вы стреляли в машину-то? Чего вам скорая помешала? Василий, как выяснилось, бывалый нарушитель. Только за последнее время к административной ответственности молодой человек привлекался около 20 раз. И сейчас, как предполагают специалисты, хулиган отделается уже привычным штрафом. Максим Клименко, Александр Громов, Алексей Фролов. Место происшествия.